Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам еще одну вазу, сделанную на основе бутылки из-под сока или из-под вина с широким горлышком. Вот получится вот такая ваза. Здесь я специально оставила показать, что бутылку сначала загрунтовала обычной акриловой краской. Потом расчертила линии. Линии можно чертить при помощи бумаги и получатся параллельные линии. Ну, здесь как раз пополам разделила. Ракушки взяла мелкие, два основных цвета, темно-коричневый и светлый бежевый такой вот цвет. Здесь вот они. Такие использовала по линиям. Ёлочку выкладывала. Клеила на клей момент монтаж жидкие гвозди. Этот прозрачный, потому что на темном белый хуже бы было смотрелся клей. А этот при высыхании все-таки не так заметен. И клеила при помощи пинцета и клея. Брала немножко, выдавливала. Ну, сколько вы сделаете, чтобы не успел застыть клей. Вот, брала ракушечку. Здесь мне нужны вот пинцета. И потому что ракушки мелкие, пальцем совершенно неудобно. И вот так вот клеила и придавливала. Укладывала как мне нужно. И следующую так же. Вот. Ракушку берем. Обмакиваем в клей. И дальше. Вот. У этой ободки темной надо, чтобы не было этого. Ракушечка попалась. Вот такая вот. И так застилать всю площадь. Получится красивая, интересная ваза. Подкрашивать, я думаю, ее не надо. Потому что цвета натуральные ракушек. И она смотрится вполне достойно. Так что, при желании, вы сами сможете. Это не сложно сделать. Еще хочу сказать с этой вазой. Когда я ее делала, на белом, на грунтовке хорошо видны линии, проведенные простым карандашом. И сначала, первым делом, я наклеила вот эти беленькие ракушки. Сначала линии. Потом через одну, вот так вот елочкой, все разделила по карандашным линиям. Потом оформила горлышко. Тут вот закрепила все. И дальше уже стала работать коричневыми и желтыми ракушками. Полностью вот застилать эти места. А сначала, чтобы вам спокойнее и удобнее, вот эти сделала работать. Если вы будете делать, это маленькая подсказочка. И всегда горлышко удобнее уже оформила. И дальше оно пойдет быстрее. Как-то все одними теми же. Сначала одним цветом поработала, потом другим. Вот у меня осталась маленькая заплаточка. Из мелких ракушек и бутылки с широким горлышком, бутылка стеклянная, получилась вот такая вот ваза. Вот она, бутылка. Поэтому ваза вполне функциональна. Можно наливать воду и будут стоять цветы. В другом видео вот такая ваза большая, из большой банки получится. Заходите на Семицвет канал. Вот, подписывайтесь. Там много всего. Не только мои поделки, а и другие мастера и мастерицы что-то выкладывают, показывают. А также о разных событиях тоже можно что-то найти на этом канале выставки и прочее. Всего вам доброго. Успехов в творчестве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!